Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вновь видеть вас на телеканале «Радость моя». Пришло время для продолжения нашей беседы о православном богослужении. Как вы помните, нам пришлось на время прервать наш разговор о службе, которая называется «Утрення». Но на это у нас была очень важная причина. Ведь наступил Великий пост. Это время для христиан особое. Возможность последовать примеру Господа Иисуса Христа и прожить 40 дней в строгом посте. И в эти дни нам нужно постараться вести борьбу со своими грехами и стать хотя бы чуть-чуть лучше. Священники на богослужении во время поста вместо обычных праздничных желтых облачений надевают облачение темных цветов – черного или фиолетового. Богослужение очень сильно меняется. Оно становится более сосредоточенным, покаянным. Пения на службе меньше, но чтений больше. Зачем это нужно? Да чтобы ничего не отвлекало нашего внимания от молитвы. Особенно на службе выделяется во время Великого поста молитва святого Ефрема Сирина. Мы о ней с вами говорили в прошлый раз. Эта молитва краткая. Во время службы ее читают несколько раз. Во время нее священник, а вместе с ним и все прихожане совершают поклоны в знак покаяния – и поясные, и земные. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Во время первой недели Великого поста в богослужении происходит еще одно важное изменение. Читается канон святого Андрея Критского. Об этом каноне мы сегодня и начнем говорить. Канон святого Андрея Критского. Так, друзья, называется особая служба, которая совершается только во время Великого поста. Канон святого Андрея читается по частям в понедельник, вторник, среду и четверг первой недели поста. И еще раз, но уже полностью этот канон прочитывается на пятой неделе Великого поста – в день памяти Святой Марии Египетской. Итак, запомним. Канон святого Андрея читается только два раза в год – на первой и пятой седмицах Великого поста. Канон святого Андрея. Итак, канон – самое большое церковное произведение. Состоит из нескольких видов молитв и песнопений. Я сейчас расскажу вам только о тех видах песнопений канона, которые используются в каноне святого Андрея Критского. В обычном каноне их больше. Итак, каждый канон разделен на смысловые отрезки, то есть равные по продолжительности части. Называются эти части песнями. Обычно канон состоит из восьми таких частей. Канон святого Андрея Критского необычный. Он состоит из девяти песней. Итак, канон святого Андрея Критского состоит из девяти песней. Каждая песня канона, в свою очередь, включает в себя «ирмос» и «тропари». Слово «тропарь» вам уже знакомо. Так называется краткое песнопение, в котором сжато и изложен смысл богослужебного дня. Тропари канона святого Андрея Критского обычно торжественно читают посреди храма священники. В обычном каноне каждая песнь состоит из шести-восьми тропарей. А вот песни канона святого Андрея состоят из тридцати тропарей. Перед каждым тропарем читают запев. В каноне святого Андрея запев такой «Помилуй мя Боже, помилуй мя». Этот запев на протяжении всего канона поет хор. Итак, запев перед тропарями великого канона святого Андрея Критского «Помилуй мя Боже, помилуй мя». С тропарями разобрались. А теперь давайте вернемся к непонятному для многих слову «ирмос». Что же оно обозначает? «Ирмос», друзья, это как бы введение в каждую песню канона. «Ирмос» с греческого языка переводится как «связь». «Ирмос», находящийся в начале каждой песни канона, как бы связывает все части канона между собой. В «Ирмосе» прославляются священные события или святые. В каноне святого Андрея каждый «Ирмос» удивительной красоты и мелодичности. Давайте послушаем. «От дождь, утренющий человек горючий, просветиваю сна!» И воскресенье день поверения Твоя, И воскресенье день поверения Твоей, На этом мы сегодня остановимся. Нелегкая тема нам досталась. Давайте вкратце вспомним, что мы сегодня узнали. Мы говорили о Великом Покаянном Каноне Святого Андрея Критского, которое читается в церкви только два раза в год, на Первой и Пятой Седмицах Великого Поста. Состоит канон Святого Андрея из девяти песней, каждый из которых содержит ирмасы и тридцать тропарей. В следующий раз мы продолжим наш разговор о каноне Святого Андрея Критского. Если у вас остались вопросы, присылайте их к нам на сайт. Его адрес www.radostemoya.ru До скорой встречи, друзья, и храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok